Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем о причинах столкновения иномарки и грузовика на улице Фрунзе. Может быть от того, что пешеходный судофор зеленый горел, может здесь что-то пропустил, как-то и все. Сел за руль и стал причиной гибели женщины. Признать виновным в совершении преступления предусмотрен частью 3 статья 264 Уголовного кодекса. Суд вынес приговор нетрезвому водителю за смерть человека. Издали нервы. Местный приседатель, медвесчат запрещен у гражданского оборота. Нет, это не мои вещества. Вас не спрашивают? Просто есть ли? Не имеется приседание, нет. Наркокурьера выдала сильное волнение при рядовой проверке документов. Это не только прямо сейчас. Выехал на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал серьезную аварию. Рено Сандеро и Газель столкнулись рано утром на пересечении улиц Кулахметова и Фрунзе. Удар был такой силы, что легковушка вылетела с дороги на тротуар, где, как правило, стоят пешеходы в ожидании зеленого сигнала светофора. С места событий репортаж Айрата Назипова. В момент столкновения в салоне Рено находились два человека – водитель и пассажир. Тем удивительнее, что при таком ударе никто не пострадал. Повезло и с тем, что в момент вылета автомобиля с дороги на тротуаре отсутствовали пешеходы. Просто горел красный, у меня горел зеленый. То есть не мигал вообще светофор никак. Может быть от того, что пешеходный светофор зеленый горел, может здесь что-то пропустил. Авария произошла на глазах у сотрудников ГИБДД. Определить, как все было, не составило труда. Водитель автомобиля Рено, двигаясь со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Горьковского шоссе, пересек на красный сигнал светофора перекресток Фрунзу-Кулахметова. При этом столкнулся с водителем автомобиля Газель. С большой вероятностью водителю Рено придется восстанавливать собственный автомобиль за свой счет. И вылиться он может весьма приличную сумму. Айрат Назипов, Азат Семигулин, вызов 112. 76-летняя пассажирка автобуса серьезно пострадала в результате столкновения общественного транспорта и Лады Приора на Кировской дамбе в Казани. По предварительным данным, виноват в происшествии именно водитель автобуса. Он, по данным автоинспекторов, не выбрал безопасную дистанцию и протаранил едущую впереди Ладу. В легковышке никто не пострадал, если не считать повреждений самого автомобиля. А вот пожилая пассажирка автобуса получила закрытый перелом правой лунной кости со смещением и ушиб мягких тканей левого локтевого сустава. В Нижнекамском городском суде вынесли приговор мужчине, по вине которого в аварии погибла 41-летняя женщина. Трагедия произошла полтора года назад. Женщина уступила водительское место в машине нетрезвому мужчине, который не справился с управлением. Женщина в той аварии погибла, мужчина получил несущественные травмы. Потерпевшей по делу признана сестра погибшей женщины. На минувшем заседании они с подсудимым заключили мировое соглашение и спокойно ждали приговора. Но вердикт оказался неожиданным для обеих сторон. Сергей Хайдаров расскажет подробности. Подсудимый волнуется. Сегодня ему должны вынести приговор за причинение смерти по неосторожности. В аварии, в которой он был виновен, погибла сестра этой девушки. Все произошло полтора года назад. Записи, изъятые с камеры видеорегистратора, показывают, как перед происшествием из машины вышли мужчина и женщина и поменялись местами. При этом мужчина был не трезв. Буквально через несколько минут после этого автомобиль на большой скорости вылетел в кювет. Мужчина отделался легкими травмами, а 41-летняя женщина погибла. С прессой стороны разговаривать отказались. На прошлом заседании посудимые потерпевшие пошли на мировую. Мужчина выплатил денежную компенсацию в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Вину свою он тоже признал. Стороны надеялись на условные наказания. Однако финал этой истории оказался неожиданным для обеих сторон. И стал ясен, когда в зал судебного заседания вошел конвой. Признать виновным в совершении преступления предусмотрен частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса. И назначить ему наказание в виде решения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. С решением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Сроком на 2 года. С отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Один год и 6 месяцев общего режима за жизнь 41-летней женщины. Суд учел прошлое подсудимого. Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление. Фемеда посчитала, что его исправление может быть достигнуто только путем изоляции от общества. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Сергей Хайдаров, Регина Сулейманова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Смертельная авария произошла в Менделинском районе. На 1101-м километре автотрассы М7 столкнулись с Ладо Грантой и МАЗ. По предварительной версии, 61-летний водитель такси при развороте не пропустил больший груз. От удара об автомобиле оказались в кювете. От полученных травм таксист погиб на месте. Сдали нервы. Полицейские Татарстана задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков. 21-летнего казанца стражи порядка задержали после проверки документов на контрольно-пропускном посту Малиновка. Он вызвал подозрения полицейских излишней нервозностью при рядовой вроде бы проверке документов. В итоге при личном досмотре у него при себе нашли крупную партию синтетических наркотиков. Как объяснил их появление хозяина автомобиля, знает Алина Бережная. Умеется ли при себе предмет вещество запрещено гражданскому обороте? Нет, это не мои вещества. Вас не спрашивают? Просто есть или нет? Не имеется при себе или нет? В кармане лежит. В каком кармане? Вы сами видите, в каком кармане. Водитель сильно нервничал. Сначала при рядовой проверке документов это и стало поводом для более детального досмотра. Тогда мужчина стал переживать еще сильнее. Причину его волнения полицейские нашли быстро в кармане куртки. Свертки весом 100 граммов, как позже установили эксперты, находились синтетические наркотики. А с какой целью вы хранили его? Я не хранил его. Но вы при себе его хранили. С какой целью? Он отдал у меня в машине. А зачем вы к себе положили в сумку, в куртку его? Он у меня в машине остался, я перед вами же положил 50. Задержанный рассказал полицейским, что зелье принадлежит не ему, а пассажиру, которого он довез до Нижнего Новгорода за 15 тысяч рублей. Только таким образом наркотики оказались у него самого. Объяснить как, так и не смог. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался, за что был привлечен к административной ответственности. Вместе с наркотиками молодого человека изъяли сотовые телефоны, банковские карты, которые он по версии полицейских использовал при бесконтактном сбыте наркотиков. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Алина Бережная, Ратназипов, Вызов 112. В Казани задержали двух братьев прокуроров по подозрению в получении взятки. По версии следствия, два работника районных прокуратур предложили жителю Казани поспособствовать смягчению приговора для его знакомого в одном из районных судов. За свои услуги гособвинители просили 400 тысяч рублей. Об их противоправных действиях мужчина сообщил в правоохранительные органы. В момент передачи денежных средств был задержан пришедший на встречу посредник, а на следующий день и сами братья гособвинители. Всех троих фигурантов дела обвиняют сразу по двум статьям. Посредничество в получении взятки в крупном размере и получение взятки группы лиц по предварительному сговору в крупном размере. Оба задержанных уволены из прокуратуры. Небанный день выдался накануне у одной семьи, живущей в деревне Сарсас-Бли в Нижнекамском районе. Затопив баню, следить за ней перестали. Обратили внимание на нее, когда деревянное строение полыхало открытым пламенем. В итоге она сгорела полностью. Алина Минебаева, с места происшествия. Постройка загорелась примерно в половине седьмого вечера. Хозяева решили затопить баню, но помыться не успели. В моменты возгорания в помещении никого не было. Я вам сказал уже, не доглядели немного, и все. Пожарные быстро потушили огонь. Баня выгорела полностью, заметив дым. На помощь хозяевам прибежали соседи. Пожар тушили пожарники. Очень им благодарны за их очень трудную, морозную, тяжелую работу. Я вообще первый раз вижу, как пожарники работают. Можно даже поклониться в пояс. Площадь пожара составила 9 квадратных метров. Сложности в тушине для спасателей не было. По предварительной версии причиной возгорания стал перекал печи. Альбина Минебаева, Светлана Шумкова, Фахри Исламов. Вызов 112. Пожелали доброго утра и забрали права. Сегодня автоинспекторы наведывались в гости к тем, кто при решении суда не имеет права садиться за руль. Сотрудников ГИБДД на своем пороге видели те, кто не сдал заветный документ в течение трех дней после вердикта судьи. Плановые обходы проводятся еженедельно. Автоинспекторы напоминают, что строк лишения прав не будет истекать до тех пор, пока водитель не сдаст водительское удостоверение в отдел полиции. Напоминаем, что лицам, лишенным права управления транспортными средствами, необходимо сдать водительское удостоверение в орган полиции в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу постановления суда. В случае утери водительского удостоверения, водителю необходимо прибыть в отдел полиции и написать заявление об утере. И это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эдар Гумеров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Вдруг она его примет.